Нефтекамз готов к отопительному сезону на 85%. Сотрудники БАШ РТС на этой неделе завершат работу по благоустройству на тех участках, где проходили ремонтные работы. Но есть еще технические проблемы, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. У нас есть замечания по бесхозяйным сетям. На сегодняшний день бесхозяйные сети – это 31 участок. В зиме, собственно говоря, они готовятся и не подготовятся. Следующий – по детскому саду номер 44 по адресу 43.47.14 не подписан акт готовности к отопительному сезону, так как отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию Ростехнадзора. Самой сложной проблемой на данный момент являются долги перед теплоэнергетиками. Например, общество с ограниченной ответственностью УЖХ не выплатило БАШ РТС 99 миллионов рублей. Это самая большая сумма задолженности среди управляющих компаний города. Но и долги остальных варьируются от нескольких сотен тысяч до пары десятков миллионов рублей. УК «Наш дом» заплатили 1 миллион 340, 2 477 осталось. УО «Интеграл Ремсервис» заплатили 2 343, 120 тысяч осталось. УО «Ремжелстрой» заплатили 1 миллион 200, 376 тысяч осталось. УО «Энерга» заплатили 501 тысячу, осталось 233. В свою очередь представители управляющих компаний ссылаются на категорию недобросовестных нефтекамцев, которые не своевременно и не в полном объеме оплачивают счета за коммунальные услуги. Поймите, у нас тоже идет не за сбор. У меня сегодня дебютарство было 6 миллионов. Я вам же привел... Вот на сегодняшний день в судах где-то на 20 человек на 500 тысяч суды выиграны, судебные приказы выставлены. Значит, еще на 30 человек поданы иски, еще на 800 тысяч поданы. Однако все озвученные причины представителей управляющих компаний не убедили директора БАШ РТС «Нефтекамск». Игорь Кутинов обратил внимание на условия договора теплоснабжения, который все организации должны выполнять. В противном случае иск суд тепловиками будет подан без промедления. Такая практика уже существует. К тому же наличие задолженности может стать причиной того, что тепло в дома нефтекамцев не попадет, потому как отопительный сезон в городе начнется в ближайший понедельник. Еще одной темой обсуждения стала адресная социальная выплата, и это весьма кстати. В октябре жители Нефтекамска, в частности, будут неприятно удивлены суммами в катанце за коммунальные услуги. Стоимость горячей воды и отопления заметно подрастут. Новый тариф действует с начала июля текущего года. В связи с этим всеми управляющими компаниями и БАШ РТС непосредственно, у кого прямые договора с ним, рост произойдет на 44,3%. Но с учетом перерасчета по управляющим компаниям, эта цифра достигнет даже до 68% в каких-то управляющих компаниях. Заместитель главы города по жизнеобеспечению попросил всеуправляющие компании провести разъяснительную работу с жильцами. Например, на оборотной стороне квитанции разместить информацию о новом тарифе и причине его повышения. Также Забир Габдулин напомнил, что жители города вправе получить адресную социальную выплату уже в ближайшее время. Эта мера государственной поддержки была принята как раз таки из-за роста тарифов. Более 22 тысяч нефтекамцев уже подали заявление на АСВ. Те, кто у нас в первом полугодии уже обратился и получал, повторно заявление сдавать не нужно. Могут обратиться только те граждане, которые не успели по какой-то причине в первом полугодии обратиться. Но адресная социальная выплата им будет уже назначена с 1 июля 2014 года. Документы, в принципе, остались те же. Копия паспорта гражданина РФ, копия документа, подтверждающего правовые основания владения или подозвания жилым помещением, копия документов, содержащих лицевые счета граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, копия сберегательной книжки или выписки по карте с указанием лицевого счета. Заявление на получение АСВ можно подать в многофункциональном центре, в ИЖХ и другие управляющие компании. Срок обработки документов не более 10 дней, после чего будет произведен перерасчет платы за коммунальные услуги и социальная выплата поступит на лицевой счет заявителя. Анна Сазыкина, Иван Кузнецов, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова